Главные события дня в репортажах журналистов МТК видео на Магаданском телеканале. В этом выпуске. Обстановка с коронавирусной инфекцией не улучшается. Около 50 новых случаев заболеваемости каждые сутки фиксируются на территории Магаданской области. Умирают люди. В некоторых случаях даже те, кто принимал необходимые лекарства. В детской областной больнице развернули 20 дополнительных коек мест. В Ольском районном госпитале планируют добавить 25 мест для носителей COVID-19. Дополнительно вызывают на работу врачей. О текущей эпидемиологической обстановке стало известно на брифинге главного внештатного инфекциониста по Магаданской области Елены Кузьменко. Регистрируются заболевания во всех муниципальных образованиях Магаданской области, кроме Северо-Явинского городского округа. Всего инфицировано у нас 3987 человек. Ежесуточно выявляется около 50 новых случаев. За предыдущие сутки у нас выявлено в Магадане 45 человек, в Амсукчане 2 человека, в Сусумане и воле по одному человеку. 80% заболеваний протекает в легкой форме. Это повышение температуры до 37,2 градусов, проявляется умеренная интоксикация, слабость, мышечные и головные боли. По словам Елены Кузьменко, симптомы купируются в течение пяти дней. Для этого достаточно соблюдать домашний режим и применять лекарства, которые помогают при острых респираторных заболеваниях, такие как ибупрофен, парацетамол, витамин С и обильный прием воды. Также у заболевших людей старше 45 лет наблюдается образование тромбов. Им необходимо принимать кроворазжижающие препараты. Болеющим тяжелой формой коронавируса лекарства прописывает врач. В Государственной Думе предложили выдавать дальневосточный капитал гражданам. В законопроекте сказано, что право на такую выплату возникает у человека, который родился на территории Дальневосточного федерального округа, а также у тех, кто проживает в регионе не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2021 года. Коренным дальневосточникам предлагают выплачивать 466 тысяч рублей. В другом случае сумму капитала должно установить правительство. Также в документе прописано, что выплату можно потратить на открытие бизнеса, оплату расходов на жилье на территории округа, образование и лечение по всей России. Четыре выпускника Магаданского спортивно-технического центра «Подвиг» в этом году поступили в военные учебные заведения. Система военно-патриотического и гражданского воспитания в центре помогает курсантам в будущем хорошо служить своей родине, отмечают специалисты. Именно поэтому курсанты «Подвига» часто выбирают вуз с военным уклоном. За последние пять лет у нас в один год поступило сразу четыре курсанта, двое в кадетские корпуса, двое в высшеучебные заведения военного профиля. В прошлые годы то же самое. Наши курсанты поступали в различные учебные заведения военного направления. Постоянно мы с ними поддерживаем связь. Они высылают свои фото, видео про свои занятия, про свою жизнь. Адаптация курсантов «Подвига» в военных учебных заведениях проходит легко, рассказывает Рыспай Асанакунов. По его словам, ребята лучше всех шагают, стреляют и обращаются с оружием. Кроме того, двое выпускников уже стали командирами отделений в своих учебных заведениях. 20 вопросов, 45 минут на выполнение. С 3 по 8 ноября магданцы смогут поучаствовать в этнографическом диктанте. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов. Акцию проведут в пятый юбилейный раз. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. Основными задачами диктанты являются привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. И, конечно, получение объективной информации об уровне этнокультурной компетенции населения России с учетом его возрастной социальной структуры. На территории Магаданской области проживает 193 национальности, большинство из них русские. Но есть украинцы, белорусы, татары, буряты и малочисленные народы Севера. Для каждого человека важно сохранить этническое самосознание, при этом сохраняя дружбу народов, рассказывают организаторы этнографического диктанта. Принять участие в диктанте могут жители России и зарубежных стран, которые владеют русским, английским или испанским языком. Возраст значения не имеет. Для того, чтобы написать тест, нужно зайти на официальный сайт мирэтно.ру. Итоги подведут 12 декабря 2020 года. У шести студентов и четырех преподавателей Магаданского политехнического техникума выявили коронавирус. Заболевшие COVID-19 сейчас находятся на больничном. Из 1400 учащихся учреждения заболели всего шесть, отметил директор учебного заведения Руслан Федорчук. Студенты, которые были в контакте с зараженными преподавателями, также ушли на дистанционное обучение. В соответствии с указом губернатора, приказом Министерства образования Молодежной полиции, Министерства образования Магаданской области, образовательная организация перевела сотрудников, часть сотрудников, именно сотрудников на дистанционную форму обучения. То есть мы не перевели всех студентов. У нас переведено порядка 60 сотрудников техникума. Это и уборщицы, это и обеспечивающий другой персонал. Это в том числе и преподаватели. На сегодняшний день Магаданский политехнический техникум работает в плановом режиме в две смены. По словам специалистов, профилактические меры борьбы с вирусом в учреждении продлятся до конца 2020 года. Если ситуация ухудшится и заболевших COVID-19 станет больше, возможно, техникум полностью переведут на дистанционное обучение, отметил Руслан Федорчук. Ремонт участка дороги по Колымскому шоссе подходит к завершению. В этом году от кольца 31-го квартала до моста в районе автовокзала обновили асфальт с установкой армирующей геосетки. Также вдоль шоссе улучшили вид прилегающей территории. Вдоль отремонтированной пешеходной зоны поменяли колодцы, выполнили озеленение. А сегодня завершают установку освещения. Проезжую часть украсят 43 граненых фонарных столба с диодными светильниками. Их планируют подключить до конца ноября. Проект благоустройства осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновлением участка по Колымскому шоссе занимается подрядная организация ООО «Восток Капитал». По словам гендиректора Вячеслава Михайлова, на реализацию проекта выделили 80 миллионов рублей. Волонтерский штаб акции «Мы вместе» возобновил свою работу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Магаданской области. Добровольцы штаба окажут помощь гражданам старше 65 лет и магаданцам, находящимся на добровольной самоизоляции. Волонтеры доставят продукты, лекарства и товары первой необходимости. От нуждающихся потребуется только оплата самих покупок. Региональный штаб общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» организован с этой недели. На прошлой неделе мы набирали волонтеров для того, чтобы запустить деятельность штаба. С понедельника работает «Горячая линия» по приему обращений от граждан старше 65 лет, которые находятся на добровольной самоизоляции, на оказание помощи в приобретении продуктов, лекарственных средств, помощь с вносом мусора, угловом животных и какие-то, может быть, еще мелкие просьбы. Но основное это, конечно, купить продукты, купить лекарства, вынести мусор для тех граждан, которые не могут самостоятельно выйти по причине самоизоляции, вынужденной добровольной самоизоляции. Перед началом работы волонтеры проходят дистанционное обучение о том, как защищаться от коронавируса и как взаимодействовать с пожилыми людьми. Далее подготовленным добровольцам проводят инструктаж, и после чего они приступают к волонтерской работе. Обратиться в штаб акции «Мы вместе» можно в будние дни с 14 до 18 часов по номеру горячей линии 64 39 18. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. Тысяча запчастей в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломакса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. В пятницу 23 октября в Магадане переменная облачность. Температура ночью минус 2, минус 1. Днем от 0 до плюс 2. Атмосферное давление высокое – 750 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный до 8 м в секунду. Влажность высокая – 85%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok